Сказки гуляют по свету, Ночь запрягая в карету. Сказки живут на полянах, Бродят на зорьких туманах. А принц Белоснежку полюбит, А жадность Кощея погубит. Пусть зло на проделке хитро, Но всё ж побеждает добро. Михаил Плецковский Необычный и очень интересный праздник, День рассказывания сказок, отмечается 26 февраля. Первые уроки добра и зла мы узнаем из сказок. Из далекого детства всплывают теплые воспоминания. Приглушенный свет настольной лампы, мягкое одеяльце, любимая игрушка рядышком в кроватке и, конечно же, ласковый мамин голос, читающий сказки. Почему же сказка такой всеми любимый и древний литературный жанр? С самого рождения мы слышим это прекрасное и восхитительное слово «сказка». И с самого детства именно оно вызывает у нас трепет и благоговение. Проходят года, десятилетия, века, но сказка остаётся в наших сердцах навсегда. Произведения этого жанра зародились вместе с человеком ещё в далёкой древности. Они очень просты, и в каждой сказке обязательно есть какая-то мудрость, взятая из жизни. Ведь, как сказал Ганс Христиан Андерсон, нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь. Сам термин «сказка» появился в XVII веке и впервые зафиксирован в грамоте воеводы Всеволодского. До этого времени широко употреблялось слово «басень», производное слово «баять», то есть «рассказывать». К сожалению, имена профессиональных сказочников, прошедших времён, неизвестны современным исследователям. Но известен факт, что уже в XIX веке учёные стали заниматься пристальным изучением русского фольклора, в том числе и сказок. Первый сборник русских народных сказок появился в XVIII веке и включал в себя такие произведения, как «Сказка варите Машке» и «Сказка о цыгане». Все сказки сборника объединяют особенности повествования и развития сюжета, стилистические особенности. Владимир Даль в своём словаре трактует термин «сказка» как вымышленный рассказ, небывалую и даже несбыточную повесть, сказание, и приводит ряд народных пословиц и поговорок, связанных с этим видом народного творчества. Например, знаменитую «не в сказке сказать, не пером описать». Это характеризует сказку как нечто поучительное, но в то же время невероятное. Рассказ о том, чего не может произойти на самом деле, но из которой каждый может извлечь определённый урок. Уже в начале XX века выходит в себе целая плеяда сборников русских народных сказок, вобравшие в спя жемчужины народного творчества. Сказка, как и любой другой жанр литературы, не может не развиваться и не совершенствоваться. И поэтому с каждым столетиям она обретала новую форму. С каждым веком менялись писатели, менялся народ. Кто и когда начал рассказывать сказки? Сложно сказать, но зато можно точно установить, что первые сказки были народными. Их написал не один человек, не пять и даже не пятьдесят, а целый народ. Отсюда и название. И у каждого народа свои сказки. Отдельно хочется упомянуть бессмертные произведения Александра Сергеевича Пушкина. Этот человек внёс огромный вклад во множество литературных направлений. Именно Пушкин вывел сказку и из староразрядной литературы почувствовал истинный дух старинных историй. Наши современные поколения тоже нуждаются в сказках. Несмотря на то, что многие дети предпочитают читать книги в жанре фэнтези, каждый ребёнок хочет верить в чудо. И это чудо он может найти на страницах книг. Долгие зимние вечера – просто идеальное время, чтобы почитать или послушать сказку. Предлагаем вам послушать русскую народную сказку «Как собака друга искала». Давным-давно в лесу жила собака. Одна денёшенька. Скучно ей было. Захотелось собаке друга себе найти. Такого друга, который ничего бы не боялся. Встретила собака в лесу зайца и говорит ему «Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить». «Давай», – согласился зайка. Вечером нашли они себе местечко для ночлега и легли спать. Ночью бежала мимо них мышь. Собака услышала шорох, да как вскочит, как залает громко. Заяц в испуге проснулся, уши от страха трясутся. «Зачем лаешь?», – говорит собаке. «Вот услышит волк, придёт сюда и нас съест». «Неважный этот друг», – подумала собака. «Волка боится. А вот волк, наверное, никого не боится». Утром распрощалась собака с зайцем и пошла искать волка. Встретила его в глухом овраге и говорит «Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить». «Что ж», – отвечает волк, – «вдвоём веселее будет». Ночью легли они спать, мимо лягушка прыгала. Собака услышала, да как вскочит, как залает громко. Волк в испуге проснулся и давай ругать собаку. «Ах ты такая, розет такая!» «Услышит медведь, войлай, придёт сюда и разорвёт нас». «И волк боится», – подумала собака. «Уж лучше мне подружиться с медведем». Пошла она к медведю. «Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить». «Ладно», – говорит медведь, – «пошли ко мне в берлогу». А ночью собака услышала, как мимо берлоги уш полз, вскочила и залаяла. Медведь перебугался и нубранит собаку. «Перестань, перестань!» «Придёт человек, шкуры с нас снимет». «Ну и дела», – думает собака. И этот оказался трусливым. Сбежала она от медведя и пошла к человеку. «Человек, давай дружить, вместе жить!» Согласился человек, накормил собаку, тёплую конурую построил возле своей избы. Ночью собака лает, дом охраняет, а человек не ругает её за это. «Спасибо», – говорит. С тех пор собака и человек живут вместе. Дорогие читатели, читайте сказки. Сказки учат нас морали, нравственным ценностям. Она учит нас найти выход из любой ситуации. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова